Во-первых, всем добрый вечер! Вы меня не знаете, я вам представлюсь. Я Эстер, King Ring. Можете начать фотографировать, я не против. Это все потом обсудим по деньгам. Так, сегодня мы здесь собрались по поводу презентации альбома Steam'a E-Rap, по поводу презентации грязной версии клипа, который мы с вами после все увидим. На самом деле, клип, который сейчас здесь будет крутиться, произвел очень большой курор, но об этом позже. Сейчас я хочу представить людей, которые сидят за столом, которые внесли свой вклад в изготовление, в выпуск этого альбома. Я начну с человека, без которого этот альбом бы не мог выйти, потому что альбом без артиста — это пустой диск, болванка, да? Все это понимают прекрасно. И это не комедик-мапа, не шучу, это так и есть. Это Steam. Артисты, да, был King Ring, да, аплодисменты громкие у всех. Конечно, всем понравилось. Класс, класс, все, продолжаем. Дальше я хочу представить саунд-продюсера альбома — это Илья Фюре. Знаете, когда это вот есть? Есть вещи из Черкезона, есть вещи, короче, от модельеров. Есть биты, есть биты от Фюре. То есть это уже знак, все это понимают. А также я хочу представить гиджея с Тима — это Кей Риу. Да, можно продолжать аплодировать, можно слушать дальше. Бэк Эм Си — Андре. Потрясающий голос России, Украины, Белоруссии — это Макс Лоренс, который тоже неоднократно участвует в треках на альбоме. И генеральный директор «Союз» по промо — это Максим Былкин. То есть это человек, с помощью которого все альбомы попадают в руки. Окей, теперь я думаю, что я передам микрофон Стиму. Нет. Теперь поговорим о клипе. Клип. Когда вышел этот клип? Это грязная версия клипа. Мы выложили его на сервере в интернете — он полетел. Мы выложили его на другой сервере — он тоже полетел. Потому что количество народу, желающего скачать его, было настолько велико, что просто интернет не выдерживал. Но все-таки все его скачали, все начали его передавать, пошло пиранство, это плохо, пиранство плохо, записали, все отлично. Вот. И я думаю, что вам стоит его посмотреть все-таки. Я думаю, что сейчас специально для вас здесь мы его покажем по монитору. Как там? Что мне на это скажут? Поехали. Мне скажут, поехали. Окей. Я серьезно, мудак, строго. Здесь сегодня все иные собрались, как говорится. Пресс-конференция моя, поэтому вопросы, наверное, начну задавать я. То есть, во-первых, хотелось бы поинтересоваться, кто здесь знает, кто такой Стим. И что кто-нибудь может рассказать? Какого-нибудь интересного? Из присутствующих. Может, там вот кто-то ответил, наверное? Почему-то все молчат. Может, ты расскажешь, кто такой Стим? Ну, я сижу в связи журналистов. То есть, я буду придерживаться точки зрения. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Окей. Тогда, если никто не может ответить на этот вопрос, мне бы хотелось поинтересоваться, кто-то из присутствующих знает, что такое русский ряд? Сейчас знаешь, как я попробую? Опять. То есть, желающие, хотят, кто-то, может быть, хочет ответить, что такое русский рэп. Кто-то знает, что такое? Луговые. Ру. Зовут меня Алексей. Могу сказать, что я знаю, что такое русский рэп. Да. Русский рэп — это совсем не то же самое, что рэп западный. То есть, это, я даже могу сказать, что полная противоположность тому, что происходит на Западе. Развивается он совершенно по-другому со всем других условиями. Совершенно по-другому как люди пишут песни, делают музыку. И это, собственно говоря, и есть русский рэп. Это я к чему? Это я к тому, что всё, что вы знали до этого о русском рэпе, вы можете забыть, потому что именно с этого момента начинается рэп русского рэпа. Сейчас мы презентуем мой альбом «Я рэп» и мой клип «Я рэп». И вот с этого момента начался рэп в России. Теперь задавать вопросы можете вы. Слип, да, сейчас, конечно. Я сегодня прямо, как показывают, Малахова. Старз Ньюс Ру, Николай Фандиев. Пока мы вас ждали, я внимательно прослушал весь ваш альбом, который здесь играл. Я обратил внимание вот на какую вещь в плане вашей музыки. Как известно, хип-хоп — это культура чёрная. И корни, в которую она уходит, также чёрная музыка — это фанк, соул и так далее. То есть американская. В вашей музыке я ничего чёрного не услышал. Гармонии характерны, скорее, не американскому хип-хопу. Они более характерны для русской поп-музыки. Скажите, пожалуйста, это умышленный коммерческий ход или вы так сильно любите группу Корни? Спасибо. А может быть, группу Корни… Группу Челси мы любим. Да, Челси, совершенно верно. Даже ближе к Челси. Вот ответьте на вопрос. Ну, я, во-первых, думаю, вы заметили, что мы тут не чёрные сидим. Поэтому вполне логично, что ничего чёрного в нашей музыке нет. Единственное, что там какие-то отдалённые отголоски. Я не знаю. Вот, ФР, ты сам продюсер, ты можешь сказать? Ты слушал группу Челси? Тут какие-то группы были названы? Челси и какие авторы? Как вы сказали? Корни. А что это? А что это? Это такие в стразиков. Ну, на вас похожие, короче. Да? Может быть, это я даже? Я просто не знаю, что это за группы такие, впервые слышали названы. Ну, честно говоря, я в творчестве не слышал, однако только с названием. Добавить к этому ничего не могу. Вот, то есть, как Илья сам продюсер может сказать, что почему у нас нет ничего чёрного? Мы помылись, может быть? Потому что, может быть, мама у нас на них первая. Нет, ну, а всё-таки, посерьёзнее, вот в плане музыки, почему она у вас не имеет ничего общего с американским пуском? Что вы должны иметь, по вашему мнению? Специфические гармонические ходы, какие есть в американском языке. То есть, что вы можете назвать? Гармонические ходы. Да что, по вашему мнению, это гармонические ходы. То есть, у нас есть... Ну, вы разложите на ноты и на партитуру американскую музыку и вашу, сравните. Что такое партитура, я не знаю. Я пишу стихи. Ну, потом тоже надо заметить, что среди журналистов я что-то тоже ни одного чёрного человека не вижу. Спрашивается, да, за кого... А вы можете судить о чёрной музыке и... Почему это может быть по чёрному? Непонятно, когда среди вас нет ни одного чёрного человека и среди покупателей, я думаю, тоже. А, понятно. Мы всё-таки продвигаем продукцию в России, поэтому я думаю, что... Говорить о каких-то чёрных корнях, то есть, я думаю, нет смысла. Хорошо, а тогда скажите вот следующий вопрос. На диске обозначено, что вашим исполнительным продюсером является Серёга. А какой реально вклад он принёс в вашу игру? Что именно он делал? Он, скажем так, выступил как старший товарищ, то есть, как поддержка. Он давал советы, скажем так, он... Какого характера советы? Личного. Личного. Да не, ну на самом деле, какие советы он давал? Ну, то есть, поддерживал меня, допустим, я с ним советовался, как мне лучше, скажем так, преподнести в этом моменте, там, или в другом. Ну, то есть, именно по творчеству. Ну, и, конечно же, в плане бизнеса он помогал мне, а именно... Советовал, как лучше, вот, там, отстроить его, скажем так... Опять же, как лучше преподнести, скажем, свой продукт слушателю. Он, как человек, более опытный в этом плане. Потому что я только, скажем, вступил вот в этот мир под названием шоу-бизнес, а он там варится долго. В этой роли он выступал, как в роли старшего товарища, в роли старшего брата, скажем так. Спасибо. Я от себя добавлю, вот, врачонок мне очень понравилось. Я подцитиваю просто. Я не замазан, я чист. Вот, ты лазил? Мы белые. В общем, не замазан. Открыл Америку. Ну да, ну я так, если что. В общем, я сейчас еще пройду, наверное. Дам еще какой-то микрофон. Вот, никто не хочет. Но я, в самом деле, считаю, что еще есть много людей, о которых есть что сказать. Вот. Добрый вечер. Добрый вечер, Вишин. Дарн Беру. Добрый вечер. Стим, скажи, пожалуйста, ты сказал, что ты только что вступил в шоу-бизнес ряды, да, нашего шоу-бизнеса российского. Не считаешь ли ты, что слишком откровенно было бы с твоей стороны опустить всех, да, за десять и в то же время вознести себя? Не считаешь ли ты, что это не поможет, наверное, это точно навредит тебе? Во-первых, я никого не опускал, я просто, скажем так... Мы только что слышали... Ну, я высказал свое мнение, скажем так. Я никого не опускал, и там нет каких-то оскорблений именно таких личных. Там именно, то есть, мое мнение, как я вижу этих персонажей на русской химкупсцине. То есть, я сказал все, скажем так, по чесноку. Я... Скажи, извини, а ты знаком с теми людьми, которых... Лично знаком с теми людьми, которых ты Лига, Вишах, в частности? Ну, мне хватает судить по этому, что я не знаком с тобой лично. Ну, по творчеству Лиги, допустим, нельзя судить о том, что он продал своих друзей. Как бы, там строчка на мифралигу. А, простите, а про шефа, да? Лига, ты творчество другое продал? Да, продал... по ту точку. То есть, ты не считаешь, что дис с твоей стороны... Нет, я считаю, что вообще русскому рэпу нужен был такой немножко, как бы, толчок и, скажем так... Такой жесткий парень, который, скажем, может сказать все напрямую. Потому что русский рэп у нас довольно-таки погряз в каких-то непонятных, нудных, грустных, лирических песнях, которые просто невозможно слушать. И либо он погряз просто в какой-то вот со стороны Лиги непонятные песни, там, по гречу... Ну, я сказал все, как я думаю. То есть, я не считаю, что я кого-то опустил и опускал. Если бы я уже оскорблял лично, переходил на личность, скажем. Я имею в плане творчества. То есть, у меня... Я не знаю как людей, у меня нет никаких претензий в плане человеческих, конечно. У меня есть претензии как... У меня есть претензий в плане. А дальнейший свой творческий путь ты будешь строить на таком же отношении ко всем остальным? Либо ты... Я не могу сейчас это определенно сказать. Я как бы могу сказать только, что я люблю battle-рэп. Я люблю именно такой жесткий стиль, откровенный, скажем так, где я могу задеть кого-то острым словом. Я считаю, что это нормально, потому что рэп по сути и есть выясняли отношения в самом своем начале. То есть, я считаю, что это нормально. Но, конечно же, я не собираюсь на этом зацикливаться. Я и не зацикливаюсь на этом. То есть, пишу какие-то другие песни, другие тематики. Что будет дальше, мы посмотрим. Скажи, а твои треки — это реакция на конкретные события, произошедшие с тобой или в плане хип-хопа? Или же это больше лириков будет направлен на какие-то риторические вещи? Нет, риторические вопросы я не люблю задеваться, как у нас обычно русские рэперы делают глобальную фотософию в треках. Хотя, ну, то есть, сами ничего не понимают, что нас говорят. Просто умные слова. Я буду писать. То есть, я сейчас работаю над новым микстейком. Он, скажем, такой будет, ну, опять же, уличный. И он будет рассказывать, ну, то есть, про мою жизнь. То есть, как я прошел этот путь, скажем так. Окей, мне тут сказали на ушко, что мне нужно вести себя более жизненно. Вот мы там жизненно посмеялись с одним из фотографов над тем, что русским рэперам нужен толчок. Куда надо все спустить. Толчок, толчок. Топ уже пожелтел стали просто. Вот там, я не вижу из-за цвета, мы там очень душевно посмеялись. Вот. На самом деле, если есть еще какие-то сейчас вопросы, сейчас лох. Ну, нет, тогда мы... Добрый вечер. Александр Бомарев, HipHop. У меня вот такой вопрос. Ты, собственно, обозначил вот этот вот кружок типа Крека, да, вот этих нытиков. А кружок типа Касты, который чисто для пацанов, скажем так. А есть еще одна маленькая, но очень гордая тусовка. Ну, я туда перечисляю там джипа, бонч бру бонч и так далее. А вот к ним-то как относишься? Которые просто сидят и глумятся над ним подряд. Ну, я не знаю, я не слышал, честно говоря. Как это называется? Джип, бонч бру бонч. Вот это что? Не, на самом деле, я не знаю. Я не слышал. А пусть ты его. Да? Ну, видишь, я просто... У меня такое отношение к русскому рэпу. Наверное, у них просто по-черному все, на самом деле. Настоящие черные пацаны. Черные кормы. Ну, я не знаю, я то есть не слушал... Я вообще, у меня такое отношение к русскому рэпу, что я не очень люблю его там слышать. Я какие-то там новинки там пропускаю через звук, но как бы не могу выделить кого-то по именам, просто не знаю. Джип, это который из девушки там? Да, да. Ну, не знаю, я не слышал. Я слышал вот такой вот только, наверное, в 2000 году. Ну, после... Он что-то делает еще до сих пор? Да, он сольник выпустил. В 2003 году. Ну, видишь, я выпустил. Он до сих пор похипит фанцетом. Да? По полной. Ну, там главное, собственно, не голос. Ну, поэтому я и не слушал, скорее. Потому что, как было вот 7 лет назад, так и до сих пор осталось. Алексей, пуговой.рум. У меня такой к тебе вопрос, Тим. Скажи, пожалуйста, а как, собственно говоря, тебе удается заявлять вот так вот о русском рэпе, если я вот слушаю тебя сейчас и понимаю, что ты о нем ничего не знаешь? Ну, как не знаю? Ну, как не знаю? Я слушал. Ну, ты только что сказал, что ты не знаком с Валовым, ты не знаком с Лигой, ты не знаком с Жипом. Я знаком с их творчеством. Знаком с их творчеством. А ты же только что сказал, что ты его не слушаешь. Я уже слышал прекрасно. В 2000 году я не знал, что я услышал это видео. То есть, я прекрасно понимаю, что в тот момент ничего не поменялось. Поэтому я и так говорю. Я прекрасно знаю. Я же слежу как бы за хип-коптусок и общаюсь с людьми. Я не слышу, может быть, эту руку. Но я понял. Я понял. Я понял, что данное как бы видео, да вообще концепция альбома, пока вы там собирались, мы тут слушали этот материал. Я понял, что концепция альбома была построена на том, что в переливах между тем, как ты выплескиваешь энергию на непонятного противника, ты… Называется Battle Rack. Да, да, да. Он не знаком в России. В России только знаком. А знаешь почему? Мне кажется, потому что все-таки в Германии немножко по-другому люди живут. А здесь условия совсем другие. Дело не в условиях. Дело просто в Украине. Ну, не знаю. То есть как бы русских рэперов. Послушай, Стим, я ничего плохого не хочу сказать. Я просто у меня есть у тебя конкретный вопрос. Скажи, если ты будешь в условиях данного города на окраине Москвы, например, существовать… Я вырос вообще в городе Италии. О чем ты говоришь? Я не рос в Германии. Я понял. Я тебе вопрос задаю, подожди. Я тебя спрашиваю. Нет, нет. Пресс-инференция моя, поэтому я тебя могу перебивать. Хорошо, да. Хорошо. Теперь, да, да. Хорошо. Ну вот в этих условиях ты находишься. И какой у тебя получится рэп тогда? Такой же, конечно же. Такой же? А я, например, чувствую, что ты можешь лучше. И мне непонятно, почему ты зациклился. У меня есть строчка на одном треке. Понятно. Я бы мог читать лучше, если бы было «Зачем». Было «Зачем». Я и так создаю все рэп бытло на член. Цели не видишь перед собой. У меня есть цель. Я говорю, что… Я не вижу, зачем я могу сейчас на этот момент читать лучше, если то, что я делаю сейчас уже и так превышает уровень этого рэпа. Не, я согласен. Есть какая-то логика в том, чтобы снимать такое видео. Есть логика в том, чтобы люди тебе отвечали на твои посылки. Я не стремлюсь, чтобы они отвечали. Я не жду ответов от «Касты» или от «Лиги». Я просто высказывал свои видео. А ты их и не обидел ничем. Вот я слушал… Ну я и говорю. Да, ничего типа я не услышал. Я увидел такой некий пиар в сторону этих людей. То есть небольшой такой. Упомянули их имена просто лишний раз. Им приятно, наверное, было послышать. Да. Но мне все равно… В «Касты» в машине брется в шестерку. Да. Мне все равно непонятно, как ты можешь как бы судить русский рэп, если ты его не знаешь. Ну как я и не знаю. Ты говоришь-то, как будто я не знаю. Я общаюсь в этой среде. Но я так понял, что это дебютный альбом у тебя? Ну до этого как бы… Я думаю, ты прекрасно знаешь, что до этого я уже выпускал там в интернете. То есть интернет комьюнити знает меня. То есть я выиграл несколько бетлов, выпускали там сборники, и сейчас мой дебютный альбом «Я рэп в магазинах». Ништя. Да. А ты считаешь, что вот «Я рэп» — это четко подходящая к тебе фраза? Да. То есть ты рэп? Я рэп. Кто-нибудь еще может быть назвать себе «Я рэп»? Ну сколько тут от меня тебя назвал? Ну вот я, например, могу назвать. Ну ты не рэп, ты не читаешь. Ага. А с чего ты сделал такой вывод? Ну ты читаешь. Да. А я сделал такой вывод. Может, я тебя слушаю. Да? Ну хорошо, ладно. Пусть будет так. У меня нет. Все. Спасибо. Спасибо тебе. Я не буду так говорить чисто, потому что нам не завезли то, после чего можно так чисто говорить. На самом деле мне тут сказали, что я там хожу-хожу. А вот тут девушки просят микрофон сказать «Окей, дай нам микрокозел!» Поэтому я должен дать просто. Привет! Катя, журнал «Браво». Мы сейчас посмотрели грязную версию вашего видео, а мне интересно, чистая версия будет чем отличаться? Отсутствием ненормативной лексики и все? Или что-то еще? По треку, да. То есть по тексту там не будет, скажем так, вот этих высказываний в самом начале трека. И телеканалы замазали имена исполнителя. А-а-а-а. Я смотрю, это круто. Спасибо. Окей. На самом деле я думаю, что можно передать микрофон еще саунд-продюсеру, предположим, альбома Ли Фюрре. Зачем? Чтобы он рассказал всем об альбоме себе. И можешь сказать себе, почему ты Ли Фюрре, почему ты самый лучший битмейкер, почему, 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 почему. Да я скажу, не правильно. Че вы сейчас тут рассказываете? А, дай микрофон. Кому? Тебе? Я предлагаю отдать представителю конференции. На самом деле, я надо, мне кажется, дать не надо. То есть все спрашивают, зачем? А я думал, что... Безпродажные журналисты, вы вот пришли на конференцию, а вы вопросы в подготовке вообще. Вот у ГВ, да, на самом деле, отличные вопросы. Хип-хоп. Честно говоря, да. То есть, пускай они будут негативные, да, но они бы, крайне мере, были, они были интересные. Вот тут сидят много журналистов и ничего не спрашивают. Вообще. Кто? Ну, здрасте, я Сергей Снязстой.ру. Я хотел бы узнать, вот, ты говоришь, ну, не то, что говоришь, а в своих песнях, да, ты, так скажем, не очень хорошо называешься о многоточии. Я твой альбом не слушал, а я слушал то, что было сейчас, да, а ты не боишься то, что вот те, кто любит многоточие, они действительно вот, не то, что потеряют из-за этого интерес к тебе, да, просто подумают, как-то о тебе не так. Ну, подожди, я бы хотел сначала услышать, где именно я плохо назывался о многоточии. Не, понимаешь, а на альбом не слышал, вот что, что, что ты говоришь. Нет, 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 может, я ошибаюсь, конечно, я извиняюсь, что... А я, ну, нет, ну, на самом деле на альбоме фигуруировало название многоточия, но, то есть, там перечислялись, опять же, имена, парочку, и, то есть, так я обозначил, что эра вот этих групп, эра вот этого рэпа просто закончена, и все. Ничего плохого, я, ну, что-то не баром, ни свое отработали, ни свое отжилие, скажем так. Ложи, сейчас новое время, уже. У меня еще есть один вопросик. На самом деле, я любитель русского R&B, вот то, что я слышал в данный момент, на мой взгляд, все-таки, есть какие-то более-менее ориентиры на Запад. Ты так не считаешь, все-таки? Ну, давай, если вопрос по R&B, я предлагаю дать микрофон Максиму. Повторить? Задавайте, да. На мой взгляд, все-таки, там были какие-то, ну, не то, что ориентиры, но что-то о напоминании об этом стиле, определить. Что конкретно вы для себя заметили, скажем так? Ну, да, мне, на самом деле, некоторые треки понравились. Что самое удивительное, они сделаны, на самом деле, очень хорошо. Они, действительно, вот именно, как у нас говорится, то, что они сильно качающие. Они вот именно вот этот жанр, лично для меня, да, я не буду задевать всю общественность, я говорю только за себя в данный момент, да, то, что они сильно... Ладно, не скрою ничего. Они действительно качают, вот, это хорошо, это неплохо. Ты так не считаешь? Они, действительно, они клубные темы. Не знаю, в рэпе я немного понимаю и немного я знаю, но практика, как бы, западная практика и веяние западной культуры сейчас на московский и российский R&B все-таки оказан с запада. Все сейчас пытаются смешать, естественно, рэп-культуру с R&B-культурой. Почему? Потому что это может быть более доступно нашему поколению, захватывая также и старшее поколение, потому что они видят там какое-то присутствие, я не знаю, мелодики и вокализма, потому что, на самом деле, рэп, он жесткий. Он немножко на другом основывается. И что я могу сказать? У Стима есть несколько треков R&B-шных. Не могу сказать, что это плохо, мне кажется, это только расширит аудиторию, которая его будет слушать. Для этого, для этого, как бы, я думаю, что он сделал такой ход. Ну что ж, спасибо. Я могу подсказывать вопросы. Кто вот этот чувак белой майки? Почему у него кепы шага к UTI? Я из Stake and Rake, у меня будет альбом тоже. Очень хороший альбом. Он у вас соберется и поперешься. Стим, извините, пожалуйста, продолжаем издать. Стим, у нас есть еще. Стим, а для тебя рэп, это все-таки больше творчество или денег ты зарабатываешь? Для меня рэп вообще, это, то есть, стильная жизнь. То есть, все, начиная от внешнего вида, заканчивая тем, что есть деньги. Это все для меня рэп. Это, конечно же, творчество. Я выплескиваю свои эмоции. А зачем ты тогда вышел из андеграунда и решил денег заработать? Мне кажется, артист, который не хочет, то есть, не стремится заработать денег в своем творчестве, это неправильный артист. Потому что, то есть, тупо делать для себя сидеть, ну, как бы, не знаю, это уже, ну, такое хобби, скажем так. А я считаю, что для меня рэп, это жизнь. И почему, допустим, если мне нравится, нравится рэп, нравится, как бы, эта музыка, и я понимаю, что я умею ее делать, почему я не могу зарабатывать на ней деньги? То есть, я считаю, как так. В этом нет ничего предрассудительного. Вот в этом, как бы, большой минус вот русского рэпа, потому что все считают, что если человек, вот, вылез так называемого андеграунда из этой ниши, то все, он просто не с нами, он, как бы, сам по себе, он попса. Я не вижу, например, в своем творчестве ничего попсового. Скажем так, у меня жесткий, 50% альбома, не, 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 мы не о попсе говорим. Мы говорим конкретно о том, что ты пошел, скажем, выше, да? То есть, пошел к деньгам. Да, я, как бы, я хочу развиваться, я не хочу сидеть постоянно на одном месте и твердить, я андеграунд, мне ничего не надо. Мне надо, мне, как бы, ну, нужна, нужен фэм, нужна слава, нужны деньги, и, как бы, все это мне нужно, потому что я считаю, это вполне нормально. То есть, ты не считаешь, да, что тем самым ты подписываешь себя вот в когорде тех людей, которых ты обвинил тем, что они, грубо говоря, продали деньгам? Вот можно, можно просто идти таким путем, как они пошли, изменяя, как бы, своему стилю, а можно идти, как я, как бы. Те, кто знают мое творчество, то есть, то, что я делал 2-3 года назад, я делал сейчас. Я не перестал, там, как бы, говорить все, как есть, там, давать чеснок слушателю и, как бы, попситься, петь какие-то, там, песни про горячо. У меня, как бы, и были, само собой, какие-то более мелодичные композиции и 2 года назад, так же они остались сейчас. И я не изменил своему стилю, не изменил себе, и, как бы, я продолжаю двигаться вперед. А те, кто ради славы, ради денег, вдруг взяли и в один момент поменяли свое творчество, как бы, я считаю, что это неправильно. Вестанция существует еще по группе? Вестанция, конечно же. Вот сидит Андре, мой бэк-вокалист, потому что, ну, как бы, раньше были вопросы, когда была Вестанция, то есть мы презентировали свое творчество, как Вестанция, все это задавали все сразу вопросы, а почему Вестанция? Читаю, как бы, всегда я один, то есть именно на альбомах, где-то на треках. Андрей всегда был моим партнером, именно, там, опять же, давал какие-то советы, там, помогал мне с музыкой, то есть написал какие-то минуса, поддерживал меня на концертах, занимался организационными вопросами, вот, и, как бы, всегда шли вопросы, а почему читает один Стим, раз Вестанция? То есть мы в определенный момент не решили, что мы сейчас будем презентовать свой продукт, как Стим. И вот сейчас, как бы, я опять же слышу, читаю много вопроса, почему Стим? А где Андрей там? Андрей Синицын, Андрей Синицын, Андрей Синицын, Андрей Синицын. Скажи, пожалуйста, а какова твоя роль сейчас тогда в проекте Стим? Я считаю, что Стим вообще-то, на самом деле, не проект. Продюсерский проект. Это не продюсерский проект, да. Моя роль такая же, в принципе, как она была Вестанция. Я поддерживаю Стима везде, как могу, на выступлениях, также на концертах, на пресс-инференциях, даю ему советы, он прислушивается или не прислушивается, как он считает нужным. И мы так же продолжаем дальше. Мы с ним просто уже очень давние друзья, знаем друг друга уже 5 лет, и проводим очень много времени вместе, и за это мы так же продолжаем дальше работать. А, то есть, группы Вестанция, как таковой, уже больше не будет? Под, как скажешь, под лейблом Вестанции ничего не выйдет? Нет, нет, я скажу так, что мы будем развивать именно вот это вот, именно этот, скажем так, лейбл Виста, это будет, это будет обязательно в скором времени. Вестанция, скажем так, сейчас это просто, то есть, несколько людей, это не только вот я и Андре, то есть, это наши ребята, которые остались избавлены, то есть, у них там свои дела, свои, как бы, заботы, и это также Вестанция, и, как бы, Вестанция, это вообще, скажем так, вот точка отчета, где началось все, то есть, началось именно вот наше серьезное творчество, откуда мы пошли к этой вершине. И Вестанция, она останется всегда, и, как бы, ничего вот не изменится. Вестанция, она была, есть и будет. Хорошо, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, рядом с тобой очень много друзей, я так понимаю, да, которые с тобой работают, которые вместе с тобой поднимаются. Можешь ли ты действительно выразить респект людям, которые не относятся к когорте твоих друзей, к твоих знакомых, которые просто делают тоже рэп? Можешь? Из российских. Да. Я хочу сказать, что мне очень нравится, например, творчество группы G-Star. Они сейчас, конечно, давно уже ничего не выпускают, у них больше, то есть, шарки они выпускают. То есть, у них сейчас, они выпускают, у них одежда, у них два магазина в Москве, то есть, они занимаются сейчас больше бизнесом, но, тем не менее, они сейчас вот начинают как раз возвращаться в эту хип-хоп-игру, и они будут выпускать микстейп скоро. И я хочу сказать, что вот мне очень нравится их творчество. Мне также нравится творчество SD из Underwater. Как бы я очень его респектую. Мне нравятся ребята, как бы, из Mary Jane. Мне нравятся Джи Уэлкс из Big Black Boots. Как бы и Мак, который ушел от юга, и хорошо, что он оттуда ушел. И, как бы, я респектую тоже этому человеку. Мне нравятся ребята из Латвии, группа Не Плагиат. Есть, в принципе, много людей, которые, на мой взгляд, делают достойную, конечно, рэп-музыку, рэн-би-музыку, я респектую это. Насколько я знаю, Mary Jane записывалась на альбоме Касты. Был трек вместе с Кастой. А так как я понимаю, Касту ты не очень любишь? Нет, ну как? Я не точно люблю. Я говорю, то есть, лично как, с ними я не знаком, мне не очень импонирует их творчество. И... Что это такое? То есть, на самом деле, мне не сильно импонирует их творчество, а я считаю, что они остались там в прошлом веке. Вот. И... А то, что они записывались с Mary Jane, я не считаю. То есть, опять же, Мак, бывший, участник группы Юг, я не люблю Юг, однако, он ушел оттуда, и как бы, мне всегда он, именно вот этот исполнитель в группе Юг, мне нравился больше всех, то есть, он был ярким исполнителем. То, что он оттуда ушел, и сейчас, ссойный сам по себе, и, в принципе, не влияет на то, что он где-то там, когда-то был, и записывался опять же с той же кастой, там, не знаю, с кем, то есть, с остальными, там, представители, на какой-то андеграунда. Дэй Малахов продолжает наше вещание. Не ты, Алина, Дэй Малахов, кем? Алексей Гек, у Гавайи, Ру. У меня есть еще вопросик тебе. Скажи, пожалуйста, Никита, как ты думаешь, какой возраст у той аудитории, до которой ты выпустил, собственно говоря, этот альбом? Ну, на самом деле, это хорошо бы, конечно, провести, такой мониторинг, кто меня слушает, но я считаю, допустим, гуляли по Киеву недавно, очень приятно, то, что идешь по городу, и из машин, где сидят довольно, скажем так, состоявшиеся люди, взрослые, мужчины и женщины, и у них в машине играют мой диск. Это круто, я также знаю, что меня слушают там так же, 12-летние дети, и я считаю, что это хорошо, что круто, то есть, моя аудитория не широкая, то есть, нет никаких-то, каких-то определенных рамок, скажем, я делаю музыку, вот именно, для тинейджеров, или я делаю музыку, там, для интеллектуалов, тем, кому запринецит, скажем так. Я понял, а чувствуешь ли ты ответственность за то, что ты делаешь, потому что, например, 12-летние ребята, они будут за тобой повторять, ты это чувствуешь, осознаешь? Да, я осознаю, конечно, потому что любое творчество, это само собой ответственность, то есть, я понимаю, что я влияю на чьи-то умы, в принципе, я не говорю ничего плохого, я не говорю, что там, употребляйте наркотики, там, или там, бухайте, или курите, в этом ничего такого нет, чего не скажешь, кстати, об остальном, там, андеграунде, который пишет песни, там, мы курились, там, прикольно, ага, там, Нет, я не употребляю. Но у тебя есть такая штука, как, например, ред по-русски, то есть, это звучит совершенно не так же, как русский ред, то есть, я как это понял, то есть, это новая такая, новая фишечка, новая игра такая, типа там, все то же самое, как у черных, вот все, одежда, поведение, подача, смывая нагрузка. у нас тут учился. Ну да, нет, но это был, это был не мой вопрос, поэтому я свои выводы говорю. И вот, значит, рэп по-русски, как ты можешь объяснить, чем он отличается от русского рэпа для тебя лично? Для меня русский рэп, это как бы сложившийся стереотип, скажем так, вот, кто-то люди слышат какой-то там русский рэп и все сразу как бы узнают и говорят, а, там, вот у них там груз какой-то, или там непонятно вообще, о чем читают. У меня вот этот вот сложившийся стереотип, определенный русский рэп, как бы, я хочу немножко, вот это отодвинуть на задний план и дать людям, именно вот, рэп, но по-русски, то есть, то, что привыкли слушать люди, там, я не знаю, из-за океана, то есть, продукт, который идет, я не знаю, там, с Европы, Германии, да, и вот именно я хочу сделать, чтобы чувствовалось это, чтобы не было такого определенного, что вот рэп, ну, он русский рэп, что-то сразу слышит. То есть, это получается рэп без русской души, как бы, да? Ну, то есть, там, все, все как у них там, но нашего нет ничего, кроме того, что ты... Я вкладываю, то есть, я пишу, пишу там стихи, я записываю трэки, я вкладываю в свою душу, то есть, я, в принципе, русский, русский поэт, я не считаю, что я поэт, то есть, поэтом называют, там, каких-то, в результате людей, я знаю, там, в русском рэпе, даже многие называют себя поэтами, я не беру на себя такую вот, тяжбу, я не поэт, я просто, как бы, пишу стихи, пишу вот, тексты, там, записываю песни, я исполнитель, я автор текстов, скажи ты. А еще, Никита, есть такой вопрос, ну, смотри, например, меня вот, торкнул рэп в девяностом году, и он не просто, торкнул, а я решил, что это, короче, моя фишка, что я есть трэп, то есть, я решил это, когда тебе было 3 года, и потом, на протяжении всех, прошедших 17 лет, на каждому человеку, на своем пути, каждый день, я рассказывал про рэп, понимаешь, каждый день, сколько прошло лет 17, сколько людей было немерено, сколько голодов было, я за тебя рад, я не могу не расстаться. мы не узнаем, кому надо сказать спасибо, за то, что ты хотел слушать рэп. Вот я и хотел сказать, тебе не кажется, что если вот эти люди, которых ты как бы говоришь, что они уже устарели, если бы не эти люди, то не было бы как бы русского рэпа, тебе не кажется, что это было тяжело? После презентации моего альбома, я даю людям понять, что только сейчас начался русский рэп. Это мое право, я имею право так говорить, потому что, на мой взгляд, те исполнители, которых я называю, они свое отжили, и я считаю, что пора немножко сбросить все это, отоднуться от старого, и начать думать по-новому, не надо цепляться, за какие-то сложившиеся, которые в 90-х годах сложились ваши стереотипы о русском рэпе, что он должен быть фунамент такой, и я знаю, что до сих пор тысячи, сотни тысяч подростков до сих пор растут на том, что, допустим, слушают какую-то кассету 95-го года и считают, что таким должен быть рэп, а то, что они, допустим, видят на экранах, они сразу признают это, что, о, это попса, это не так, и вот я считаю, что из-за таких вот, как ты, скажем так, я тебя не обвиняю просто, но я считаю, что вот этот вот, именно застой происходит, благодаря таким, как ты, надо развиваться, на мой взгляд, и я хочу дать людям это понять, я хочу, чтобы они пошли за мной. Никита, ну ты красавец, на самом деле, на самом деле, ты молодец, да, но есть такая фишка, понимаешь, я же тебе не просто так сначала про условия сказал, потому что, когда ты живешь, и никто вокруг не знает про рэп, и нет ни записи, никаких ни одежды, ни возможностей, и люди просто не врубаются, зачем можно... Ну это было в то время, когда ты вез, в то время, когда я... Нет, ну я понял тебя, я тебя прекрасно понимаю, тебе 20 лет, у тебя все по-другому, сейчас жизнь другая совсем, я все прекрасно понимаю, я просто вот, что хотел у тебя еще спросить, значит, ты только что сказал, что ребята на периферии до сих пор слушают кассеты 95-го года, там, тебе не кажется, что они не будут покупать твой альбом, только потому, что они живут другой музыкой, и кто тогда, и кто тогда твоя аудитория, я тоже это спросил. за этим я выпустил свой альбом, чтобы поменять мнение людей, я считаю, что я могу сделать это, что я в силах сделать это, поэтому я и начал расширять границы своего творчества, выпустил свой альбом, и я именно так ярко заявляю, все, все, что говорю, говорю от души, то есть, мне все равно, там, что говоришь ты, я считаю, что многие люди, которые, может быть, не совсем вот так, я знаю прекрасно, что не все купят мой альбом, кто-то его скачает в интернете, я знаю, что хип-хоп комьюнити, оно очень любит скачивать альбомы из сети, я знаю, что те, кто не купили бы мой альбом, скачали бы его, может быть, с половиной, те, кто скачал и не купил бы его, он понравится, и они там скажут друзьям, что все в принципе возможно, я могу все изменить, то есть, я стараюсь, я стремлюсь к этому, у меня есть цель, посмотрим, что будет дальше. Никит, Никит, этот человек из Союза хочет сказать нам про альбомы на периферии. Ну, у меня на самом деле встречный вопрос, а кто он сказал, что на периферии альбомы покупают? Не, не, я сделал логический вывод со слов Стима, что люди до сих пор слышат музыку, это действительно так, то есть, вот в Мурманске, в Смоленске, в Екатеринбурге до сих пор слушают House of Pain, там, Nature Be Nature, до сих пор их это качают и они, да, варятся в этом, они считают, что андеграунд это сила, как бы, это хор, настоящая энергия. после кистики продаж альбомы на Ярэпе, я могу сказать, что периферии хорошо покупают. Ну, я понял, так же. Ну, Никита, респект тебе большой, давай продолжай в том же духе. Спасибо тебе тоже. Большой тебе, Никита. Большой, да. В общем, на самом деле, очень мне понравился русский рэп с душой. Я знаю, сейчас там они будут немного смеяться, но я все-таки делаю так вот. Вот русский рэп, это который, видимо, бетонные плиты непонимания взрушают сознание, выхожу из дома, блин, опять косяк валяется в подъезде, черми ты наезды, вот, блин, опять влип, опять штакет, убил меня, план, о, мама, выкинула из дома. Вот такого русского рэпа. У тебя будет презентация, чем больше. Мне это не близко, мне это... На самом деле, вот, раз Макс уже начал говорить, я хотел бы спросить, почему одна из крупнейших российских дистрибуционных компаний стала заниматься альбомом не рэпера Стима, который вот висел... Кстати, вот там стоят парни на входе, я видел, я минералки предлагал. Стимим, ты не рэп. Ну вот, давайте спросим просто, почему самая крупнейшая компания, Союз Мьюзик, стала заниматься распространением этого альбора. Ну, давай начнем с того, что Союз Мьюзик это одно из подразделений концерновок Союз. Вот, во-вторых, у нас есть хорошее отношение с компанией Монракерс, которая на Украине представляет альбом. Две главы, два эндердиректора поговорили, один другому дал. Мне кажется, это хорошо. Другая компания послушала, пришли к выводу, что да, действительно, это хорошо, да, такого не было. Да, давайте попробуем, 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 получил. Пластелка-то хорошая. Спасибо большое, я там еще опять обещал микрофон, сейчас я на тут дойду, пока на меня не обиделись. Не, не, я не обижал, я поел в этот день наступил. Сейчас, дам микрофон. Снова Катя, журнала Браво. Стим, скажи, пожалуйста, ты как новая хип-хоп-мессия, кроме того, как лажать остальных людей, которые уже чего-то добились, пусть даже и в поп-хип-хопе так называемом, предложить свою новую концепцию, твой месседж, твой посыл твоим потенциальным паттно-слушателям. Буквально пять пунктов, по которым я бы купила твою пластинку, не зная, кто ты такой. Скажем так, я, во-первых, то есть, скажем так, самый первый главный пункт, что у меня там нет песен каких-то, которые, допустим, не знающий хип-хоп-человек послушает и скажет, что он там сказал вообще. Допустим, если я послушаю одну касты, половину, то есть, людей вот, до любых... Можно эти приближки на пробу и не ссылаться на других хип-хоп-артистов? Я просто говорю, говорите по себе исключительно. Окей. Ну, то есть, я опять же говорю, что это первый пункт, это новое, то есть, по текстам, я считаю, что до этого никто не писал такие структуры. Никто просто не осмеливался высказываться против кого-то, даже против лиги продавцы, кавычка. Это крутые биты, крутой продакшн. Такого, опять же, не было. Битов крутых не было, извини. Я не слушаю хип-хоп, но был самок. Простые. Вот. Простые. Крутые, именно по ритмовке, по технике ритмовки, я считаю, что я, опять же, круто дал на этом арбоме, то есть, до этого так же никто не рисуевал. Именно по эмоциям и по, как бы, так, как я предпочитаю себя как артист, я считаю, что тоже до этого так не то и делаю. Я думаю, эти пять пунктов, в принципе, говорят... Как, расскажи, ну, кроме пафоса, пафоса, который вот с этого экрана на меня тек сейчас, я не видела... Какой пафос? Никакой пафоса нет. То есть, где пафос? Пафос это, когда, допустим, я бы сейчас прилетел на вертолете, потом я послал без теперь на хуй и, вот эта... Ты практически это и сделал. Нет. А что я сделал? Павал всех на хуй и прилетел на вертолете. Пошли все на хуй и прилетел на вертолете. Не, ну на самом деле, как бы, ты сейчас как будто на суреатbay говоришь. Я не совсем тебя понимаю, что ты хочешь сейчас обменить. Я просто хочу аргументов. Нет, простого угона, праздного угона, окого там. Крутой, крутая продакшн, крутая рифмовка. Не было, не было рифновки, не было битов, извини. Что? Что не было? Битов не было, и рифновки не было, крутой. А ты это про русский рэп, который ты слышал до этого? Про то, что вот пока мы здесь сидели, я слышала три трека, по-моему, в которых двух, из которых участвовал Серега, и опять же-таки была какая-то критика в адрес именитых, ну, допустим, популярных артистов в нашей стране. Ну, это опять же твое субъективное мнение, я говорю, то есть тебе не понравилось, ну, то есть я очень жаль, что вот тебе он не понравился. Может быть, он понравился другим, то есть ты говори за всех. Окей, хорошо, не буду говорить за другим. Кто-то для себя нашел на нем крутые биты, крутую рифмовку, крутую подачу. Я думаю, жопа в адрес Лиги было круто. Респект тебе за это, это смело очень. Спасибо, я услышала ответ. Я хочу респект, Лига жопа. Не согласна, пусть он продажный. Нет, респекта тоже не будет, простите, ребят. У меня более кобычное. Круто, я так говорю, респект, это когда читают там про котлету или про горячую фанину. Нет, это круто, это круто. Сейчас ты занимаешься пиаром. Я сказал Лига жопа, мне не дали респекту. Давай дальше. Да, конечно. Александр Кипопов, у меня такой вопрос по поводу рифмовок. А как ты считаешь, что для человека, который говорит, я рэп, рифмы типа глаз-унитаз, это нормальный рифм? А подожди, нет, ты, то есть, дай полную строчку. А может я на виду что-то собирать? Ну вот, скажем так, все MC России с меня не спускают глаз, а я спускаю всех MC России в унитаз. Я считаю, что вот эти панчи, эти вот именно панч-лани, которые никогда никто не употреблял, никто не осмеливался. То есть, я считаю, что именно по самому, то есть, этот контекст, то есть, не надо обращать внимание на последние слова. У нас обязательно круто. Круто это, по-вашему, это как там, конспирация, там, реанимация рифмовать или что? Как на русский рэпер, там какие-то слова, которые там, нация там заканчиваются или еще что-то. Вот это круто, что ли? Я не понимаю. У меня, как бы, особо ничего крутого нету вообще, ни в какой музыке. Я слушаю, ну, как бы, практически все подряд и колупаюсь только во всем. Я не могу сказать, что мне там вот очень нравится такой-то, такой-то чувак. Мне все нравятся по чуть-чуть. И у меня вот, ну, не знаю, такое ощущение, что все-таки даже в этом формате, да, с этим панчем, как-то глаз унитаз не очень звучит. Я не говорю, что это херня, конечно, полная. Я не говорю, опять же, не обязательно, я же не говорю, не обязательно. Нет, ну и не конспирация и так далее, да, но как-то я не знаю. Это уже, ну, это слишком примитивно, на мой взгляд. Я считаю, что это не примитивно. Примитивно это рифмовать там, вот опять же, слова, значения которых ты не знаешь, там, то есть, тупо рифмовать каждое слово на слово, вот это я считаю тупо и непонятно. А у меня все дослепно, понятно, круто, и... Я считаю, что все прет, всех прет. Покупают альбом, я знаю, что его очень хорошо покупают. Я думаю, это показатель. Где Малах? Хватит, хвастает. У меня просто кончилась сигара, и меня обламывает. Конечно. Я даже подскажу тебе, это УГВР. УГВ? УГВР. УГВР. Это была реклама УГВ, это Алексей Гер. У меня к тебе вопрос. Я, например, в отличие от остальных, не три песни послушал, а весь практический материал, потому что раньше всех пришел. Хоть один, да? Да, да, да. Я хочу тебе сказать, что, например, ну, не из-за того, что я защищаю Ливу или так далее, но, например, все вместе на месте поднять воздух конечность, я могу слушать еще раз и еще раз. А вот твой арбом я послушал, я не нашел песню, которую я бы захотел послушать еще раз. Ну, опять же, я говорю, ты человек, который там выросла. Да, ну, хорошо. В 95-м, и у тебя вот сложившийся вот такой... Стив, а ты понял, в чем мой крестик? Стив, я не понял, просто. Так вот, сейчас вопрос, да, еще. А почему так много я? Вот я, я в каждой песне. Я, я, почему так? Я, я люблю, ты всегда любишь. Я люблю, ты всегда любишь. Почему мне не себя любить? То есть я считаю, что я довольно-таки хорошо рихмую. Твое творчество основано на любви к себе. Ну, неправильно. Почему? Ну, не на любви к себе любит. Не, не, там еще есть женщина, я заметил. Там еще есть женщина. В перерывах, когда ты никого, короче, не обижаешь, ты, короче, еще женщин там успеваешь. Извини, ты так спрашиваешь, как будто ты не любишь ни себя, ни женщину. Нет, я не так спрашиваю. Речь, что идет о стиме, не обо мне. Если у меня будет пресс-конференция, я расскажу, как я к этому отношусь. А сейчас я спрашиваю, о, конкретно. Списал, вот, 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 вот. Слишком, слишком много я. Это неинтересно слушать. Интересно слушать. Да, ну, тебе интересно слушать, конечно же, там, про какие-то подъездные саги, там, то есть, все. Я понял, хоронит молодых. Да, хоронит молодых, там, все, давай заканчивайся. Ты меня не знаешь совсем, зачем? Я не знаю, я тебе просто по твоей голове... Ты не уважаешь меня. Как я могу уважать тебя после этого? Почему ты считаешь, что я тебя не уважаю? Ну, потому что ты только ко мне относишься. Ну, ты довольно-таки тоже, как бы, скажем так, не... Я честен. Что, честен? Ну, я тоже не честен. Все. Ну, по-честеноку сказали... Ну, тупит речь, что идет о тебе, понимаешь? Я задаю тебе руку. Ну, ты, по-моему, уже больше всех тут наговорил. Так правильно, это же даже хорошо. Ведь ничего не происходит другого. Нет, нет, нормально. Кто-то спрашивает, кто-то слышал, понимаешь? Да, да, я так считаю. Еще я заметил такую штуку, что альбом, он вот как раз из двух составляющих. Вот из двух составляющих. Ты вообще сам собираешься делать что-то другое? Я уже, по-моему, говорил про... Про это был уже вопрос. Да, я собираюсь делать все. И другое, и такое же собираюсь делать. То есть будет все. Я считаю, что это только начало. Я считаю, что я только начал, скажем так, свой серьезный творческий путь, поэтому будет все. Я просто решил вот именно начать с этого. Я считаю, что это самое главное, да, скажем так, вот, там, лирика какая-то, чтобы, там, люди слушали, там, далекий от хип-хопа. И жесткий такой, скажем, рэп провокационный, чтобы, то есть, раздать нормально всем и вот дать пинок под зад старому русскому рэпу. Ну, что, поживем-увидим, я посмотрю за твоим творчеством, послежу внимательно. Может быть, ты действительно на такой волне куда-то и попадешь. Может быть, может быть. Спасибо. Блин. А я могу еще придать микрофон, потому что пресс-конференция идет. А можно я от себя добавлю стимуль, твой пресс-конференция можно? Не разрешаю. Мне просто очень понравилась вот эта фраза от тебя, что вот, я слушаю хип-хоп с 90-го года. Мне тогда было два года, я еще не слушал хип-хоп, честно говоря. Вот. И я распространял культуру. А что ты сделал для нее? Ну, вот так, если подумать. Вот все говорят, я слушал, я слушал. Вот я носил широкие штаны, цепочку, короче. Я слушал тупака Шакура. Кстати, группы Noughty by Nature никогда не было. Были Ногти в натуре. Подожди, подожди. Нет, там была группа Noughty by Nature. Нет, Ногти в натуре. Мы называли Ногти в натуре. Нет, Ногти в натуре. Потому что мы не знали. И я помню альбом M.S. Hammer. Я не знаю, что такое М.С. тогда еще. Вот. Просто очень много людей, которые говорят, что я слушаю, я там дал другому послушать. А почему сам, почему сам не пытался подняться, не пытался почитать? И не надо говорить, что ты сейчас читал. А если читал и пытался подняться, у тебя не получилось, потому что мы не знаем, кто ты. У нас нет твоего альбома. На. Да, альбома у меня действительно, точнее у тебя моего нет. И причем не одного, а четырех, которые вышли уже. О-о-о. Да? Нет. Мы пропустили сами эти пресс-конференции. Да, мы пропустили ему очень много. И дело в том, что если ты меня спросил, что конкретно сделал я, и пресс-конференция переключается на меня, то я тебе скажу очень просто. Я в Мурманске в 97-м году создал первую команду хип-хоп вообще. Назывался, но это никто. Так она называется до сих пор. До сих пор, а не никто. И сейчас, и сейчас нет. Почему? Вот ты зря так. Вот в Мурманске, между прочим, очень хорошо развита культура хип-хоп. Там люди любят. Это скучно. Люди любят хип-хоп. Прям искренне его любят. И они... Я влечу от нас. У них нет возможности. Конечно, а мы вот сидим здесь и не искренне любим хип-хоп. Потому что мы, вот видите ли, тут выпустили альбом и наезжаем навсегда. Вот это неискренность наша от нас получается. Я на самом деле не хотел обидеть. Если я тебя обидал, то меня извини. Все хуже обидал. Никому никого не дашь. Вот на самом деле я считаю, что в общем на это мы можем перейти к дну момента пресс-инференции. Я покачаю руками вот так. Вот и мы начнем дальше. Слушай, я не могу на самом деле провести тест, скажем так. Ха, ты стиль. СТ поможешь? Оу, щит. Давай, давай. Я буду... Я все то, во что ты верил, все эти годы. Концепт, рэп, группы, сборники, альбомы. Я и есть все это, все остальное бред. Я и есть трэп, парень, я и есть трэп. Я все то, во что ты верил, все эти годы. Концепт, рэп, группы, сборники, альбомы. Я и есть все это, все остальное бред. Я и есть трэп, парень, я и есть трэп. Я стал звездой благодаря таланту, а не кошельку. Я добился славы, как подобает мужику Показав, как крут, может быть, рэп на русском языке Без бреда про Макса и без ответа на реке Я не продал свой заток Лига, не придал друзей, как шеф Я остался тем же дух, с тем же пламенем в душе Я не победился, но бы не про юсерский проект Мой успех, моя заслуга, я синоним слова рэп То, о чем боялись думать, я сказал на всю страну В одиночку обнився, в пенсии войну Я топтал ногами в грязь громкие рэп-имена Без меня в Европе, в России раз и навсегда Я настоящий, я сам пробился легче Мои треки заставляют сердце биться чаще Я голос улиц, гордость улиц улицы и есть я Я не выпал русский рэп, русский рэп выполнил Я все то, во что ты верил все эти годы Концерты, лэпы, глупые сборники, альбомы Я и есть все это, все остальное бред Я и есть рэп, парень, я и есть рэп Я все то, во что ты верил все эти годы Концерты, лэпы, глупые сборники, альбомы Все это, все остальное бред Я и есть рэп, парень, я и есть рэп Я не сам разом, я чист, я не пошел рэп-мюзик Я сделал себя сам, тебя сделал вапов лузер Дай мне мой респект, ни больше, ни меньше Мой отец не бизнесмен, с планицом швейщиков А! Я знаю, почему ты не считаешь меня другом Ведь мой отец не врате и дарен ты клубом Я знаю, почему меня не любят радионекс Потому что я читаю свой, а не чей-то текст Это хуже редрости, власти искусств Брат, дай мне мой респект Я касталом и кастоправ Мой отец не профессор, я не закончу вуз Но в отличие от вас, в моей крови горючий чурс Я знаю, что вас гложет, я знаю, что вас парит Вас парит точно первый номер Немецкий парень, я шутман с миром Но теперь я вам дам огня Я не выпал русский рэп, русский рэп выпал меня Я все то, во что ты верил все эти годы Концерты, лэпы, группы, сборники, альбомы Я и есть все это, все остальное бред Я и есть рэп, парень, я и есть рэп Я все то, во что ты верил все эти годы Концерты, лэпы, группы, сборники, альбомы Я и есть все это, все остальное бред Я и есть рэп, парень, я и есть рэп Я рэп, я рэп, я рэп, и другого рэпа нет Я рэп, я рэп, я рэп, и другого рэпа нет Я рэп, я рэп, я и есть рэп, братчик, я и есть рэп Я все то на что ты верил все эти годы Концент не л, дупый, спорник и альбомы Я и есть все это, все остальное бред Я и есть хреб, парень, я и есть хреб Я все то, во что ты верил все эти годы